У министра экологии времен Януковича Николая Злачевского дела и сейчас идут неплохо. Уголовные производства закрываются одно за другим, а его компания Буризма расширяется. Вот и еще над одной перспективной компанией Буризма получила контроль. Это надра газдобыча. Накануне сделки предприятию как раз выдали лицензию на разработку Шевской площади в Днепропетровской области. Почему же процветает бизнес одиозного экс-чиновника? Почему ни украинские, ни даже британские правоохранители так и не смогли упрятать его за решетку? Далее в материале. Николай Злачевский стал министром экологии в 2010-м. Он один из тех, кто смог сказочно обогатиться во времена Януковича. Как лицензии на разработку богатых газовых месторождений фирмам Злачевского согласовывало министерство, которое он же и возглавлял. Причем делали это с многочисленными нарушениями. Без аукциона и даже без разрешения местных общин, что является обязательным условием. Но на это закрывали глаза, вплоть до революции достоинства. После против Злачевского открыли сразу несколько уголовных производств. Одно касалось как раз лицензии, но в судах дело рассыпалось. Активисты обвинили в этом антикоррупционную прокуратуру. А еще в 2014-м в Лондоне заморозили 23,5 миллиона долларов, которые осели на счетах компании Злачевского. Это деньги за продажу олигарху Курченко акции Херсонского НПЗ. Отмытые миллионы можно было вернуть в казну, но в начале года их разблокировали. Украинские правоохранители не предоставили доказательств незаконности этих средств. Было дело и о противоправном обогащении Злачевского, которое позже стало делом о неуплате налогов. В конце концов и это производство закрыли. Так что теперь чиновник, который вывел из страны миллионы, не только продолжает работать в Украине, но и успешно расширяет свой бизнес. Продолжение следует...